Масленичная неделя стартовала в России. Этот праздник издревле символизирует проводы зимы и встречу весны. Каждому дню масленичной недели дано свое имя. В понедельник встреча в этот день навещали сватов и решали, когда и где проводить время, кого звать в гости и когда кататься по улицам. Вторник заигрыш. В этот день начинались безудержные веселые разудалы игры, катания и забавы. Все масленичные забавы и потехи клонились по сути дела к сватовству, чтобы на красной горке сыграть свадьбу. Среда лакомка. В этот день тещи принимали зятьев и угощали блинами, а по вечерам пели песни про заботливую тещу. В четверг начинался широкий разгул, катания по улицам, кулачные бои и разные обряды. По деревне начинали возить чучело масленицы и каледовать. В пятницу тещина вечерняя. Теперь уже зятья. Приглашали тещу к себе в гости и угощали матерей своих жен блинами да сладостями. Суббота. Заловки на посиделки. Молодая невестка приглашала родных мужа к себе в гости и одаривала подарками. В седьмой день масленицы – прощенное воскресенье. В этот день все друг у друга просили прощения, новобрачные ездили по своим родным. Главный символ основной угощения масленицы – блины. Круглый румяный блин был очень похож на жаркое летнее солнце, которого все люди ждут зимой. Каждая хозяйка по традиции имела свой особенный рецепт приготовления блинов, который передавался из поколения в поколение по женской линии. Основные масленичные традиции – катание молодежи с ледяных гор, катание на санях, в которых принимают участие дети и взрослые, и кулачные бои. Они дают возможность мужчинам показать перед всеми свое удаль и молодечество. В последний день масленичной недели происходил и ритуал проводов масленицы. В воскресенье сжигали чучело, как символ зимы, которая закончилась, а пепел развеивали над полями на богатый урожай. В воскресенье все просят друг у друга прощения, освобождаясь от грехов перед великим постом. Уходит масленица, а вместе с ней и зима.